Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем прохождение игры Generation Zero. В прошлой серии мы с вами выполняли сюжетное задание. Газовый завод растянулось. Это задание на целую серию. Было сложно, долго воевали с роботами, взрывали бочки с газом. Задание было интересное. В этой серии мы с вами начнем выполнение последнего сюжетного задания, которое у нас осталось. Оно называется «За занавесом». Давайте посмотрим и прочитаем о чем это задание. С помощью карты устройства, полученных от русских, вы сможете войти в бункер ФОА и найти существо под названием ФНИКС, которое, по-видимому, стоит за всем происходящим. Карта, которую вы нашли в доме фон Ульмера, откроет доступ к внутренней лаборатории ФОА-53. Настало время положить этому конец. Откройте ворота в бункер ФОА с помощью русской карты. Карта, представленная советами, должна открыть внешнюю дверь в бункер, а личная карта фон Ульмера открывает внутреннюю дверь лаборатории ФОА-53. Согласно разведданным, в лаборатории установлен суперкомпьютер, который каким-то образом используется для передачи данных на все машины. Однако электромагнитного импульса, испускаемого этим устройством, должно хватить, чтобы отключить компьютер. Да, нам русские вместе с НАТО передали некое устройство, которое своим импульсом может отключить суперкомпьютер, управляющий всеми машинами. Но кто управляет суперкомпьютером, друзья, мы с вами будем выяснять в этой серии. Что ж, давайте продолжать. Но, предварительно, я бы хотел вам показать одну очень крутую пасхалку в этой игре. Мне написал подписчик один, что нашел, где находится эта пасхалочка. Я тоже знал, что она есть, и однажды когда-то я вам говорил. В этой игре есть интересная отсылка к фильму «Назад в будущее». Давайте я сейчас вам ее покажу. Вот она эта отсылка, друзья, вот она эта отсылочка, висит здесь в воздухе. Обратите внимание, это тот самый Делориан. Кто помнит, кто смотрел этот фильм? Ну, я думаю, что более-менее старшее поколение. Все, наверное, помнят этот интересный фильм «Назад в будущее», и все его смотрели. Вот такая вот интересная пасхалочка припрятана здесь. Давайте я покажу, где она находится на карте. Вдруг кому-то будет интересно. Вот, смотрите, регион Кильсбергет. Где-то вот здесь, от Кильсбергет, чуть вниз по диагонали, находится вот эта вот ферма с Делориан. И далее вот эта машинка, она не просто так здесь висит, тем более, вот, посмотрите, она именно висит в воздухе. То есть работает на каких-то непонятных гравитационных двигателях или что-то такое, хотя внешне выглядит как автомобиль просто с подвернутыми колесами и двумя мусорными баками. Зажмите, чтобы использовать, посмотрите. Оу, а здесь какой-то прибор есть. Мне, кстати, говорили, что там, если как-то тронуть эту машину, и даже дверь открывается так же. Вы посмотрите, какая красота. Если тронуть эту машину, то она... Ну, в общем, не буду рассказывать, сейчас все сами увидим. Давайте посмотрим, что же произойдет. Двери закрываются и... Внимание! Она просто улетает! Просто улетает! Вы посмотрите, что делается! Что творится! Все! Она отправилась назад в будущее, друзья! Прекрасная отсылочка! Крутейшая пасхалка! Что ж, небольшое у нас отступление было, но мне кажется, оно того стоило, друзья! Классно! Интересно! Очень спасибо! Дорогой друг, что ты мне подсказал, где находится эта отсылочка. Спасибо! Ну что ж, и мы с вами переходим непосредственно к выполнению нашего последнего сюжетного задания. Нам с вами нужно попасть вот сюда. На вот эту базу. Сейчас посмотрим, откуда мы пойдем. Нет, из Хармелина мы точно не пойдем. Мы пойдем вот отсюда снизу. Почему? Потому что сейчас там из Хармелина без боя не вырваться. Насколько я помню. Мы пойдем снизу. Там более безопасно пройти. Дождался я здесь утро. Ну как дождался? Полутался немного. Вот посмотрите на мой инвентарь. Все, что смог, восстановил для этой финальной серии. Возможно финальной. Я пока еще точно не уверен, но может быть. Может быть она у нас с вами будет финальной. Давайте поставим меточку примерно, куда нам нужно. Я-то помню, куда нам нужно пройти. Но мы однажды уже были в этом месте и пройти не смогли. Сейчас попробуем повторить. Я думаю, при наличии всех устройств доступа, всех карт и так далее, мы уже далее сможем проникнуть вглубь этого бункера. Тихо. Ой, нет, нет, пожалуйста, нет. Только Николос. Мне вас хватает, ребята. Выше крыши, честное слово. Главное не заполнить сейчас индикатор. Если это колосс, главное, чтобы он не попер. За нами не побежал. Хотя, может быть, это и не колосс. Непонятно. Никого большого не видно. Ладно. Вроде прорвались, вырвались. Честно, не хочу сейчас вообще ни с кем закусываться, биться. Хочу именно дойти до задания и посмотреть на развязку на финал. Тоже управляет этим компьютером, но у меня есть свои догадки. Давайте пока я не буду забегать вперед, не буду ничего рассказывать. То есть, у нас есть некий Сванты фон Ульмер. Профессор, который работал над вот этим проектом. Над проектом управления роботами удаленно. Некого нейроинтерфейса проект. Чтобы управлять роботами удаленно. Посмотрим. Плюс этот фон Ульмер был болен. У него был ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека. Ну, проще говоря, СПИД. Ну, сперва это ВИЧ, потом это СПИД. То есть, вот так вот развивается заболевание. Далее мы с вами знаем, что в этот бункер, в который мы сейчас идем, поставлялся некий, ну, так скажем, физраствор. Некая питательная смесь для поддержания жизненных показателей. Возможно, это тоже как-то связано. Но это в любом случае как-то связано. Сейчас узнаем только как. И снова я слышу этот адский громыхающий топот. Это может означать только одно. Без боя, возможно, мы с вами просто не прорвемся сюда никак. Зайти где можно? Зайти можно с той стороны. И зайти можно вот здесь. Здесь есть ворота где-то. В конце вот этой рабицы должны быть ворота. А нет, давайте мы все-таки, наверное, с той стороны пойдем. Так, заполняется индикатор. Нужно быть внимательным и разрывать дистанцию от направления вот этого индикатора подальше. С собаками я посражался бы. С охотниками. Но вот никак не с колоссом. Этот гигантский ужас. Наконец-таки приобрел всю свою мощь. Наконец-таки ближе к концу игры. Он стал именно тем, кем должен был быть с самого начала. Хотя вы знаете, вот даже вот это вот повышение мощности колоссов с патчем можно объяснить сюжетом игры, например. То есть кто-то что-то заподозрил и врубил колоссов на полную мощность, так скажем, и все. И теперь у нас огромные-огромные проблемы. Колоссы стали настоящими защитниками. Здесь тоже кто-то есть, но пока непонятно кто. Собака или охотник? Здесь, скорее всего, будет такой бой. Сейчас я чувствую уже, я реально это чувствую. Там точно есть колосс, здесь точно есть... А, это летучка. Ломай его. Обязательно. И все, да? Скорее всего, понеслась. Нет, еще одна. Так, что ж. Пока все не так страшно. Вроде бы мы с вами как-то даже прорвались. Можно полутать их, но после патча я перестал находить Эми. Ни в черных собаках, ни в черных вот этих вот ищейках летающих перестали попадаться Эми. Очень близко, очень рядом кто-то топает. Кто-то, да? Кто же это может быть? Интересно. Или клещ где-то рядом. Или все-таки колосс каким-то образом нас пытается там продетектить. И у нас с вами появилась меточка, но она указывает... Нет, она указывает правильно. Я думал, она указывает под землю. По прямой видимости. Нет, указывает правильно. Поэтому давайте сейчас мы обойдем это дело. Ох, аккуратно. Очень аккуратно. Я хочу максимум этой серии потратить именно на финальное, так скажем, задание. Если оно финальное. Если после него больше ничего нету. Но что-то мне подсказывает, что это так и есть. Поэтому, скорее всего, связываться с колоссом мы не будем. Сейчас мы попробуем очень-очень быстро. Давайте снимем собаку для начала. Нет-нет-нет, колосс, нет-нет, колосс, пожалуйста, нет. Нет, колосс, ты не можешь. Ты не должен. Ты слепой. Ты глухой. Это не те дроиды, которых вы ищете. Все. Сила джедая помогла нам. Там еще собачки ходят. Ладно, все. Друзья. Прорываемся, прорываемся. С боем, без боя. Хоть как-то прорываемся. Нам вот сюда нужно проникнуть. Вот с другой стороны, это правильный баланс. То есть, если бы он еще был там какой-то сверх... Ты все еще здесь? Не ожидал. Должен ли я тебя бояться или гордиться тобой? В каком-то смысле, я твой создатель. Ничего себе, друзья, вы слышали? Первый раз с нами кто-то заговорил, и это не запись. Телефонного разговора или какого-то... Еще. Да что тебя разорвало, чертова собачонка? Ладно, не знаю, что я решил с ними постреляться, но решим и решим. Хуже не будет. Колосс там так и стоит. Ну, стой дальше. Вы знаете, возьмем мы с вами лучше калибр, посерьезней, чем револьвер. Конечно, я собирался уничтожить тебя. Да, у меня уже было все необходимое. Но ты выжил. Отвлекся, не совсем... Не прочитал, не успел прочитать эту надпись. Скорее всего, это где-то внутри. Вот этот индикатор срабатывает, немножко меня как бы напрягает. Непонятно кто где, но скорее всего где-то внутри. Так, ну что ж, вот то самое место, ФОА-53. Давайте проникнем за эту дверь. А в прошлый раз у нас именно это не получилось. Оу, друзья, ну что ж, входим. Я тоже изменился. Я повзрослел. Я хочу разного. Едва появившись, я хотел заполучить все, до чего мог дотянуться. Я хватал, сжимал, экспериментировал, как ребенок. Ну теперь без сомнения, что с нами разговаривает, скорее всего, этот суперкомпьютер. Но, чья же личность? Кто же управляет этим суперкомпьютером? Давайте это попробуем выяснить. И хорошо бы нам находить всякие по заданию здесь дополнительные материалы. Последняя запись, сделанная с Ванты фон Ульмером. Так, напряженным голосом. 20 октября 1989 года. Ингрид, надеюсь, ты найдешь это. Операция вот-вот начнется. Я надеюсь, однажды ты поймешь, что это был единственный вариант. Мы с тобой всегда ставили этичность превыше всего. С самого первого нашего совместного исследования много лет тому назад. И даже в этом проекте, в котором нам порой приходилось соглашаться с чужими решениями. Но сейчас другая ситуация. И если честно, хуже мне от этого уже не будет. Ты, наверное, полагала, что со мной отчасти тоже двигали... Что мной отчасти двигали эгоистичные мотивы. Жаль, что я не набрался смелости сказать тебе правду. Ты найдешь ответы в моем доме. Как бы то ни было, если эта пневмония все-таки победит, я хочу, чтобы ты помнила прежде всего о том, ради чего мы с тобой согласились на этот исследовательский проект. Я хочу, чтобы ты добилась поставленной цели. Понять принципы работы мозга и помочь людям с психическими заболеваниями. Ингрид открывает дверь и заходит. О, а вот и ты. Значит, пора начинать. Так, хорошо. Последняя запись Сванте фон Ульмера. То есть потихонечку, ребят, я думаю, что все начинают понимать, что, скорее всего, вот этот доктор Сванте фон Ульмер, профессор... Так, подождите, мы пока туда не пойдем. Давайте еще немножко здесь походим, поищем какие-то еще дополнительные материалы интересные. Этот профессор, скорее всего, каким-то образом внедрил, возможно, свое сознание в этот самый суперкомпьютер. И сейчас именно он с нами разговаривал. Давайте попытаемся еще поискать какие-то дополнительные материалы, чтобы картина стала более ясной. А по заданию давайте посмотрим, сколько у нас дополнительных материалов там немало. На самом деле, еще как минимум два нужно нам найти. Возможно, они по меточке, возможно, где-то еще. По возможности, нам нужно это все дело найти, чтобы восстановить картину целиком. Но вот, как ни странно, почему-то в этих кабинетах не попадается ничего. А это как раз, видимо, то самое место, где команда вот этого доктора фон Ульмера, Ингрид сам, Сванте фон Ульмер, работали над вот этим проектом, потому что много кабинетов, в которых стоят компьютеры. Так, интересно, а здесь? Здесь какая-то комната совещаний, видимо, что-то такое. Но тоже, к сожалению, ничего нет. Хорошо. Мы откроем сейчас по возможности все двери. Все осмотрим. Вроде бы были везде, да? Получается так. И более нам ничего не попалось. Хорошо. Может быть, еще где-то здесь есть? Что-нибудь? Вот. Смотрите, интересно. И прочитаем. Письмо Ингрид об отставке. Похоже, Ингрид Гранквист написала письмо с просьбой об отставке, но либо передумала, либо так и не успела его отправить от Ингрид Гранквист. Доктора неврологии, помощника руководителя по разработке и управлению экспериментом. 6 ноября 1989 года уполномоченным лицам прошу принять это письмо в качестве уведомления о моей отставке с должности в ФОА-53. Сегодня я была вынуждена принять решение, которое стало закономерным итогом серии событий, пошатнувших мою решимость. Первый этап эксперимента на докторе фон Ульмере, как вам известно, я был настроен решительно против, сначала был успешным, и мы начали составлять цифровой словарь по передаче электрических и химических импульсов в нервной системе человека. Однако с момента происшествия, причин, которыми не удалось выяснить, прошло уже 17 дней. И у нас есть основания полагать, что в результате этого доктор фон Ульмер впал в вегетативное состояние, и надежды на его восстановление нет. Его жизненные показатели были очень слабыми еще до операции, что, по моим подозрениям, могло говорить о его смертельной опасном состоянии ухудшенном ВИЧ. Прошу отметить, что это только мои предположения. Я глубоко убеждена, что спасает его сейчас, увы, лишь система жизнеобеспечения. Сегодня приняла решение оставить неврологическое исследование, проводимое на пациенте, а также отключить его от системы жизнеобеспечения и прекратить оказание палеотивной помощи. Это будет сделано завтра, несмотря на очень сильное сопротивление со стороны остальной группы, особенно доктора Петерсона. Как вам известно, мы со Сванте больше 30 лет были близкими друзьями, и я не могу продолжать работу всей его жизни после всего этого. Благодарю вас за возможности, которые были мне предоставлены в течение последних 18 лет. Группа достигла невероятных успехов, и я уверен, что наши открытия принесут значительную пользу будущим поколениям. С уважением, Ингрид Гранквист. Так, хорошо. Еще немного мы с вами прояснили ситуацию. Значит, действительно, тот раствор, про который однажды шла речь, некий раствор, поддерживающий жизненные показатели, раствор жизнеобеспечения, действительно был для Сванте фон Ульмера, и он находился именно на нем какое-то время в силу того, что уже ВИЧ брал действительно над ним вверх, так скажем, болезнь ухудшала его состояние, и его поддерживал только этот раствор. Давайте еще посмотрим. Дискета Дискета, найденная в офисе Вероники, содержит следующие записи. Случайная запись номер 17. Наконец-то установила свою операционную систему на Грей. Надо бы поблагодарить ребят из 56-ой за то, что помогли убедить Хольберга, что моя система лучше старой ДНИКС. Бесит, что главный хрен мог послушать только компьютерщика с хреном в штанах. Я им сказала, что ФНИКС расшифровывается как система For Unix. Может пора сказать им, что на самом деле значит F, придурки. Завтра первое испытание с компиляцией нейронных данных. Жду не дождусь. Угу. Интересно, от кого? А, от Вероники. Ну, в офисе Вероники, скорее всего, значит от Вероники. Что ж, мы с вами нашли все материалы по этому заданию дополнительные. Хорошо, давайте же пройдем вот за эту дверь. Что же за ней, за этой дверью, сейчас мы с вами выясним. Посмотрите. Смотрите, какая лаборатория интересная. Теперь я хочу заполучить и то, что находится дальше. То, до чего не могу дотянуться. Может, и тебя тоже. Меня тоже. Не надо. Так, что-то происходит. Проникните в операционный зал. Странно, что нет никакого сопротивления. Странно и страшно на самом деле, потому что кто там может быть, совершенно непонятно. Немного осмотрим здесь. А, вот те самые клетки. Тоже когда-то речь шла о том, что испытания проводились на животных. Скорее всего, именно здесь они и содержались, эти животные. Да, прям матрица какая-то, ребята, прям матрица реальная. Угу, проникните. Скорее всего, нам придется сейчас возвращаться обратно и пытаться запускать электроснабжение вот этого бункера. Потому что у нас там были еще места, куда сходить. Давайте это проверим. А, может быть, я ошибаюсь. Хотя, подождите, секунду. Меточка, куда нам показывает меточка? Давайте попробуем найти. А, ну, меточка нам правильно показывает именно туда, куда мы пройти в данный момент не можем из-за того, что обесточена вот эта дверь. Ну, тогда я сделаю все как обычно, вернусь назад, попытаюсь найти где-то какую-то возможность включить электричество. Что-то я там про сопротивление говорил, да? Сейчас, мне кажется, я его получу в полной мере. Давайте попробуем для начала куда-то, куда-то, куда-то вот сюда, может быть. Воу, а это интересно, посмотрите-ка. Хорошо, секунду, почитаем задание. Что у нас познают? Проникните в операционный зал. Почему-то мне казалось, что где-то вот здесь я, возможно, смогу найти доступ дальше куда-то, где-то что-то включить, подключить. Хорошо, тогда вернемся, вернемся обратно и поищем. А может быть здесь? Нет, эти двери, как я понимаю, вообще не активные и не открываются. Секунду, я же ведь даже не подошел к тем компьютерам, на самом деле, а ведь стоило бы, наверное, да? Давайте это проверим. Может быть, что-то там на компьютере можно сделать? Потому что далее нам только выходить на поверхность, а что там на поверхности мудрить, крутить, я даже не знаю. Вот, казалось бы, да? Аларчик просто открывался. Да, действительно, очень просто. Что ж, посмотрим, друзья, вот та самая лаборатория, вот оно, место, где я родился. Но его здесь нет, меня здесь нет. и тебе нужно уйти. Я знаю, зачем ты здесь. Я знаю, что ты принес. Разместите русское устройство рядом с суперкомпьютером. Так, хорошо, обязательно это мы дело сделаем, но пока давайте немного посмотрим на это место. Немного осмотрим, что здесь вообще в этой комнате. Не знаю, может быть, я, конечно, зря закрыл дверь, может быть, я погибну сейчас вместе с этим суперкомпьютером. Вот так вот раньше выглядел суперкомпьютер, друзья, теперь так выглядит смартфон. Примерно, как этот суперкомпьютер. Вот тот самый стол, на котором, видимо, находился свантефон Ульмер, вот устройство для головы, возможно, для перекачки сознания каким-то образом. Да, местечко, конечно, криповое, очень даже. страшновато немного здесь. Страшновато и интересно. Ну что ж, давайте разместим. Разместим устройство русских. Тебе сказали, что это оружие? Так и есть. Но это не то, что ты думаешь. Тебя использовали, потому что они боятся меня. Серьезно? Боятся приблизиться ко мне, как будто я заразный, поэтому они решили прислать тебя. Они прислали тебя за смертью, но это твоя смерть, а не моя. Они не должны убить тебя. Уходи быстро. Покиньте объект. Хорошо. Я за. Я целиком и полностью за. Уходим. Конечно, хотелось бы посмотреть, что там будет, но, видимо, пока мы не покинем, ничего не произойдет. Стоп, стоп, стоп. Где выход? Где выход? Скорее, игра. Выведи меня отсюда. Ох, какая жесть. Да, друзья, финал. Вот такой вот финал игры у нас с вами. В принципе, какие впечатления остались? Впечатления положительные в общем и целом. Боевка с роботами, мир шикарный, открытый, огромный, очень красивый. Много лута, много разного оружия, причем оружие плюс еще и разного грейда. Вот это все очень интересно, но система сюжета, система заданий, она требует огромной доработки, на мой взгляд. Все бы это было гораздо бы интереснее, если бы разработчик каким-то образом определил очередность посещения бункеров, определил очередность, как идти по сюжету правильно. Потому что, по сути, попасть вот сюда и уничтожить вот этот суперкомпьютер, я думаю, что можно гораздо быстрее. просто если неправильно пойти по сюжету, если он начнет неправильно развиваться, можно сразу получить возможно это задание и уничтожить этот суперкомпьютер. Может быть и нет, я ошибаюсь, потому что толком понять это сложно. Я бы, конечно, хотел с самого начала восстанавливать вот это вот все происходящее именно в хронологическом порядке, как это на самом деле было. Мы сперва побежали туда, потом туда, нас никто не обязывал какому-то более правильному исследованию мира. Скорее всего, это так бы и происходило, будь такая ситуация в реальности случись. Я думаю, что действительно так бы это и было. Но разработчик все-таки мог как бы создать некую интригу такую, чтобы потихонечку была завязка, развязка, кульминация, финал, то есть, чтобы к финалу мы подошли уже прям с четким пониманием, что произошло. Это понимание у нас выработалось буквально там несколько серий назад. все это время до последнего было непонятно. Плюс какие-то русские еще примешали здесь. Плюс некоторые жители этого мира утверждали, что русские замешаны. И очень не хватает NPC. Очень не хватает живости какому-то этому миру, потому что я не верю, что вот все разом здесь исчезли, умерли, всех убило, один выжил только наш герой. Как-то странно. То есть, какие-то крутые военные там и так далее подготовленные ребята все остались где-то там за кадром либо вообще на тот свет отправились. В общем и целом игра очень интересная. Последний патч принес вообще капитальные изменения в игру, очень сильно ее усложнил, но при этом не убрав из игры главное боевку с роботами, интригу по сюжету. В общем, все в игре хорошо. Хотелось бы немножко ее доработать совсем чуть-чуть, но в общем и целом впечатление хорошее. На твердую четверочку лично, ну для меня так скажем на твердую четверочку эта игра тянет вполне себе. Спасибо всем, кто помогал в этом прохождении. Спасибо, кто подсказывал советам, кто подсказывал где находятся какие-то задания, какие-то пасхалки. Всем огромное спасибо. Давайте посмотрим вот еще что. Можем ли мы с вами? Несмотря ни на что, после взрыва вы очнулись на безопасном расстоянии от Фуа 5. Неизвестно, как вы здесь очутились, но ясно одно. Только что началась война. Ох, война. С кем интересно, с роботами? Задание за занавесом завершено. 3000 опыта. Да, действительно, после прохождения игры, после титров есть небольшая сцена. Сцена после титров. Которая называется дальнейший фри-плей. Как я понимаю. Давайте посмотрим, что у нас еще осталось вообще в журнале заданий. А, собственно, ничего. Здесь пусто. Игру мы с вами прошли. Уничтожили суперкомпьютер, в котором находилось, как я понимаю, сознание Сванте фон Ульмера. Все у нас с вами получилось. Вот тот самый комплекс Фуа 53. Скорее всего, да? Давайте посмотрим. Да, действительно, это он и есть. Именно там мы с вами и уничтожили этот суперкомпьютер. Интересно бы, конечно, туда заглянуть, посмотреть, что там. Осталось, скорее всего, руины, я думаю, но... Может быть, сбегаем как-нибудь. Теперь, в принципе, мы с вами можем спокойно постримить эту игру, вместе поиграть, посражаться с роботами. Тем более, сейчас это будет очень-очень интересно. Сражаться с теми же колоссами, мощнейшими противниками. А на этом наше прохождение закончено. Игра хорошая, классная, я рекомендую, но, ребята, все-таки по сюжету идти здесь довольно сложно, непонятно и тяжело. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры и этой серии, канала в целом. Все пожелания, предложения пишите в комментарии, я их читаю. И увидимся в следующих прохождениях, в следующих играх. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok